Слово же Божие росло и распространялось, а Варнава и Савил по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши собою Ириана, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, Четвертовластника и Савил. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне, Варнаву и Савла, на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши постную молитву и возложивши на них руки, отпустили их. Синики, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селергию, а оттуда отплыли в Кипр. И бывшие соломини проповедовали Слово Божие в синагогах индейских, имели же при себе Иоанна для служения. Пошедшие весь остров до Пафа, нашли они некоторого Вахва, уже пророка, иудеянина именем Варии Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Элима — Бог, ибо то, значит, имя Его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» «И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на Него мрак и тьма, но он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, удивясь учению Господню. Открывший из Павла Павел и бывшие при нем прибыли в Перьгию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, взратился в Иерусалим. Они же, проходя от Перьги, прибыли в Антиохию Писидийскую и вшедшие в Синагогу в день субботний сели. После чтения Закона и Пророков, начальники Синагоги послали сказать им, «Мужи и братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел став, и дав знак рукою, сказал, «Мужи израильтяне и боящиеся Бога». Послушайте. «Бог народа всего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцею вознесенную вывел их из нее и около сорока лет времени питал их в пустыне и, истребив семь народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего, около 450 лет, давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида. О котором и сказал свидетельствует. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотенья Мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю, спасителя Иисуса. Пред самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприще своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я не достоин развязать обувь на ногах». Мужи, братья, дети рода Аврамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавшие Его и осудившие, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не нашедшие в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его. Когда же исполнили все, написанное о нем, поснявши с древа, положили Его во гроб. Но Бог воскресил Его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели Его преднародом. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Так и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил Его из мертвых, так что Он уже не обратился в твенье, а сём сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Посему и в другом месте говорит, «Не дашь святому твоему увидеть твенье». Давид в своё время, послужив извалению Божию, почил и приложился к Отцам Своим и увидел твенье. «А тот, которого Бог воскресил, не увидел твенье». И тогда будет известно вам, мужи и братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов. «И во всём, в чём вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегите же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо Я делаю дело в одни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». При выходе их из неудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие, но иудеи, увидевший народ, исполнили зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповеданным Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себе делаете недостойными вечной жизни?» Но вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь, «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены вечной жизнью. И Слово Господне распространялось во всей стране. Но иудеи, подстрекнувшие набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отвязшие на них рах от ног своих, пошли в иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Они, верующие иудеи, возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство Слова благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем, народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники, иудеи, со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавши о всем, удалились в ликоонские города, листру и деревью и в окрестностях их, и там благовествовали. В листве некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла. Который, взглянув на Него и увидев, что Он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас скачил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-микоонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам и называли Варнаву Зевсом, а Павла — Ирмием, потому что он начальствовал в Слове». Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведший к воротам голов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить шертовприношения. Но апостолы Варнава и Павел, услышавший о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужи, что вы это делаете?» «И мы, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу Живому, который сотворил небо и землю и море и всё, что в них». «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей и веселем сердца наши». И, говорящие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там в Чили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, «Они не говорят ничего истинного, а всё лгут». И возбудивший народ вбили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Павла. Павла. Когда же ученики собрались около Него, Он встал и пошел в город. А на другой день удавился с Варнавою в Дервию. Проповедавший Евангелие всему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая, пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположившие же им пресс-свитеров в каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, прошедшие через Исидию, пришли в Панфилию, и проповедавшие Слово Господне впереди сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немало состязаний у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресс-свитерам в Иерусалим. Итак, бывшие, провоженные церковью, они проходили в Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. Во прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресс-свитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Когда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев, апостолы и пресс-свитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгам рассуждения Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни и первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали Слово Евангелия и уверовали. И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». «Кто же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павлу, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи и братья, послушайте меня, Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И Симон согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинью Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие, ведомы Богу от вечности все дела Его». Посему я полагаю, не затруднять обращающиеся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов во всем городам имеют проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили избравшие из следы себя мужей послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями, написавшие и вручившие им следующее. Апостолы и пресвитеры и братьям, находящимся в Антиохии, Сирии и Килики, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. Но мы, собравшись, единодушно рассудили избравшие мужей послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, вредавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые истеснят вам позже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам, не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного, и крови, и удавленены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здравы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались о всем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братьями апостола. Но Силия рассудилась остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. В некотором времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне». Как они живут? Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии, не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марком, отбыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик имени Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая о отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елен. Проходя же по городам, они придавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. Дошедшие до миссии предпонимали идти в Ифинью, но Дух не допустил их. Миновавшие же миссию, сошли они в Трааду. ПАВЛУ 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 Иди в Македонию и помоги нам. После села Вигения, тотчас, мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппе, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город Крике, где по обыкновению был молитвенный дом, и севшие разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир имени Лидия, торговавшая по границею, стущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательной, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сиии человеки, рабы Бога Всевышнего, который восхищает нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа, повелевая тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. «Именем Иисуса Христа, повелевая тебе». «Когда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведшие их к воеводам сказали, «Сиии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». «Народ также восстал на них. И воеводы, сорвавшись с них одежды, велели бить их палками». «Именем Иисуса Христа, повелевая тебе». приказавший темничному стражу крепко стереть их. Получивший такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. В тот час отворились все двери и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел разгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо всем мы здесь». Он потребовал огня, сбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И вывечий их вон сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали Слово Господнее ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его, и, приведший их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. «Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, «Отпустите их, людей!» Вечный страж объявил о всем Павлу, «Боеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним, «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают?» «Нет! Пусть придут и сами выведут нас!» Городские служители не сказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавшие, что это римские граждане, и пришедшие извинились перед ними, и выведшие просили удалиться из города. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии, и, увидевши братьев, получали их и отправились. Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, как и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возривновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступивши к дому Иосона, домогались вывезти их к народу. Нашисти же их повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иосон принял их, и все они поступают против поверения Кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сие, получившие удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывшие, вошли в синагогу иудейскую. Здесь не были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали и из еленских почетных женщин и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и верие проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Когда братья отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там, сопровождавшие Павла проводили его до Афин и получившие приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах, Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и с ждущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот Суе Слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и Воскресения. И, взявши его, привели в Ариапаг и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, но всему хотим знать, что это такое». Афиняне же, все и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ариапага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предупределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ариапагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф и нашел некоторого иудея именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был Духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, от трящей одежды своей, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших я чист». Отныне иду к язычникам. И пошел оттуда и пришел к некоторому втушьему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же, в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слово Божье. Между тем, во время проконсульства Галиона в Ахайи напали иудеи единодушно на Павла и привели его предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галион сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысл, то я имел бы причину выслушать вас». Но когда идет спор о учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами. «Я не хочу быть судею в этом». И прогнал их от судилища. А все елены, схватившись со сфены начальника синагоги, били его предсудилищем, и Галион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию и с ним Акила и Прескила, отстригший голову в кенхреях по обету. Достигший Ефеса оставил их там и сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них в доле, он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме, вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию, и, проведший там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж Красноречивый и сведущий в Писании, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавшие его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел прошед верхние страны, прибыл в Ефес иношетом некоторых учеников сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавших? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой? Он сказал им, вот что же вы крестились? Они отвечали во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть по Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Пришли в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили злословия путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал училище некоего тирана. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Аси слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясине с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Я заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел неизвестен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еленам, и напал страх на всех их и величайно было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а и занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силою возрастало и размогало Слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе прошед Македонию и Ахаил идти в Иерусалим, сказав, «Вобывав там, я должен видеть и Рим». И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Яраста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господни, ибо екто-серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы от темиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше? Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, «говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, Велика Артемида Ефесская и весь город дополнился смятением. Схватившие македонян Гаи и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из асийских начальников, будучи друзьями его, пославши к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев, из народа вызван был Александр. Да, сна, рукой Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали Велика Артемиды Ефесская. Плюститель же порядка, утешив народ, сказал, мужи Ефесские, какой человек не знает, что город Ефесс есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надо вам быть спокойными и не поступать. опрометчиво. А вы повели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Дмитрий и другие с ними художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происхождение ныне, быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. собрание. Субтитры собрание. Субтитры СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По прошествии мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Прошед же те места, и, преподав верующим обильные наставления, пришел в Виладу. Там пробыл он три месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатор, Перов и Дериянин, и из Фессонникицев, Аристарх и Секунд, и Гае, Дериянин и Тимофей, и Асийцы, Тихий и Трофим. Они, пошедшие вперед, ожидали нас в Троаде. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней. Первый же день недели, когда ученики собрались для преломнения хлеба, Павел, намериваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой, один юноша именем Ефтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел Сашет пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь!» Ибо душа его в нем. Зашедший и, проломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета. И потом вышел. Между тем, отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асси, то, взявши его, мы прибыли в Митилину. И, отплывши оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывавшие в Трагелии, в следующий день мы были в Милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не заметить ему в Асси, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав Ефес, он призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Ассию, все время был с вами, работая Господу, со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мною. Только Дух Святый во всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божье. Посему свидетельствую и вам в нынешний день, что чисть я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас влюстителями пости Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте. Помяту я, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне придаю вас, братьям, Богу и Слову благодати Его, могущему наследать вас воли и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам Моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисеи. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал блажение давать, нежели принимать. «Сказав это, Он преклонил колена Свои и со всеми ими помолился. Когда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо прыщи в Кос, а другой день в Родос и оттуда по Тару. И, нашедший корабль, идущий в Финики, зашли на него и отплыли. Бывши в виду Кипра и оставивши его в Леве, мы плыли в Сирию, и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, нашедший учеников, пробыли там семь дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведшие эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонивши колено, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершившие плавание, прибыли из Тира в Талимаиду, где, приветствовавшие братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедшие, пришли в Кесарию и, вшедшие в дом Филиппа, Боговестника, одного из семи дьяконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, вошедший к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказавшие, да будет воля Господня. После всех дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасану, к приянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами и к Якову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же, выслушавшие, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям». Итак, что же? «Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». А об уверовавших язычниках мы писали, положившие, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавлененной и от блуда. тогда Павел взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, когда ассийские иудеи, увидевшие его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, мужей израильских, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и законов и места сего. И он и еленов вел в храм и осквернил святое место сие. Ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа. И схвативши Павла, повлекли его вон из храма и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидевшие тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Два тысячи начальника, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине святения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!» при входе в крепость Павел сказал тысячу начальнику «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал «Ты знаешь по-гречески?» Так не ты ли тот египтянин, который пред всеми днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников? Павел же сказал «Я иудеянин, арсианин, гражданин небезызвестного геликийского города, прошу тебя позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил Павел стоя на лестнице, дал знак рукой народу и когда сделалось глубокое молчание начал говорить на еврейском языке. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышавши же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал «Я иудеянин, родившийся в Тарсике Ликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в теницу и мужчин и женщин, как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске. Я шел, чтобы таможних повезти ваковых в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску около полудня, вдруг сиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне «Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал «Кто ты, Господи?» Он сказал мне «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывши же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорящего мне не слышали. Когда я сказал «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне «Встань и иди в Дамаск и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания муж благочестивый по закону. одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и подошед и сказал мне «Брат Савву, разри». Я тотчас увидел его и он рассказал мне «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. «Итак, что ты меряешь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в вступление и увидел его и он сказал мне «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах». И когда приливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его истерег одежды, побивавших его. И он сказал мне «Иди, я пошту тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а за семь подняли крик, говоря «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел везти его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. «Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник подошел к нему и сказал «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал «Да». Тысяченачальник отвечал «Я за большие деньги приобрел это гражданство, Павел же сказал «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синодриону и, выведши Павла, поставил его перед ними. Павел, устремив взор на Синодрион, сказал «Мужи, братья, я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня, первосвященник же Анани, стоявший перед ним, приказал бить его по уштам». Тогда Павел сказал ему «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону и, вопреки закону, билишь бить меня». Предстоящие же сказали «Первосвященника Божия выносишь». Павел сказал «Я не знал, братья, что он первосвященник». «Ибо написано начальствующего в народе Твоем незлословие». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресенья мертвых меня судят». «Когда же он сказал это, произошла расприя между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет воскресенья, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое». Сделался большой крик, и вставшие книжники фарисейской страны спорили, говоря, «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти взять его из среды их и отвезти в крепость. Следующая ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысл и заклялись не есть и не пить, а коли не убьют Павла. Было же более сорока, сделавших такое заклятие. Они, пришедшие к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы, клятвые, заклялись, не есть ничего, пока не убьем Павла». Итак, ныне же вы, синодрион, дайте знать тысячам начальников, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизиться, готовы убить его. Услышав о всем умысле, сын сестры Павлова пришел и вошед в крепость уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Павел, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал, «Узник Павел, призвав меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отчет с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла в председрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегает более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. Когда тысяченачальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал, «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадивши Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания. «Клавде Лиссе достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Всего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, пришед, с воинами отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион и нашел, что его обвиняют в спорных мнения, касающиеся закона их, но что нет в нем никакой вины достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него «Пред тобою будь здоров». Итак, воины, по данному им приказанию, взявшие Павла, повели ночью в антипатрито. А на другой день, предоставившие конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, пришедшие в Кесарию и отдавшие письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и узнав, что Искелики сказал «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители». И повелел ему быть под стражей Виродовой приторией. Через пять дней пришел первосвященник Анани со старейшинами и с некоторым риттером Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что Тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и Твоему попечению благоустроением сего народа. Но чтобы много не утруждать Тебя, прошу Тебя выслушать нас кратко со свойственным Тебе снисхождением. «Нашедший сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими во Вселенной и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм. Мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисии пишет с великим насилием взял его из рук наших и послал к Тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к Тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказавши, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Знаешь, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело». Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение и не могут доказать того, в чем теперь обвиняет меня. Но в том, признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, верою, всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаясь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При всем нашли меня, очистившегося, в храме ни с народом и ни шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым набежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть все самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, «Посмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лиси, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павло приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс пришед с друзилою женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, всему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в вузах. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнищие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. Итак, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробов же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, велел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдании свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесарева. Пес, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Павел сказал, я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. «Иудеев я ничем не обидел, так и ты хорошо знаешь. Ибо если я неправ и сделал что-нибудь достойной смерти, то не отрекайся умереть. А если ничего того нет, в чем сие обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Когда Фест, поговорив с Советом, отвечал, ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме жалобой явились первосвященники старейшины иудейские требуя осуждения его». Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на сметь, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступившие его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрении Августова, то я велелся держать его под стражей до тех пор, как пошлю его к Кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же отвечал тот, услышишь его? На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысячи начальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить? Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы в рассмотрении было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинения на него. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Когда Павел, растерший руку, стал говорить свое защищение. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняет меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев, посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою пред судом, за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сиюто надежду, царь Агриппа, обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницу, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и в чрезмерной против них ярости расследовал даже и в чужих городах. Для всего, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел Государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Сабл, сабл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господь?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». Но встань и встань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым Я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою в Меня получили прощение грехов и жреби с освященными. Поэтому царь Агриппа я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойной покаянии. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но получив помощь от Бога, я до сегодня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем Рокки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народа иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест», сказал он, «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило». «Веришь ли царь Агриппа пророкам?» «Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал, «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, вереника и сидевший с ними встали и, отошедшие в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппу Фесту, «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесаря». Посему и решился правитель послать его к Кесарю. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августово полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристах, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону и Юлия, поступая с Павлом в Человека-Любиво, позволил ему сходить к друзям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплывши море против Элики и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, но Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавшись, что уже получили желаемое, отправились и поплыли в близости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Еврокладон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись во нам. И набежавши на один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку. Поднявшие ее, стали употреблять пособие и обязывать корабль, боящие, чтобы не сесть на мель. Спустили парус и таким образом носились. на другой день по причине сильного огуревания начали выбрасывать груз. На третье мы своими руками выбросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, и наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужик, надвижало послушаться меня, не отходить открыто, чем и избежали бы всех сотруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне до ту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужей, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должны быть выброшенными на какой-нибудь остров. В 14-ую ночь, как мы носимы были в Адриартическом море, около полуночи, корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-нибудь земле. И вымеревшие глубину нашли 20 сожей. Потом, в небольшое расстояние, вымеревшие опять нашли 15 сожей. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якори и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якори с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки и она упала. перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Поэтому прошу вас принять пищу. Это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Когда все ободрились и также приняли пищу, было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, умеющий отлогий берег, которому и решились, если можно пристать с кораблем. И поднявшие якори, пошли по морю, и развязавшие рули, и поднявшие малый парус к ветру, держали к берегу. Попали на кроссу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижен, а корма разбивалась силою волн. Войны согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплав не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым, броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мели, и на племеннике оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно, вышедший от жара, повисло науке его, и на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца. Когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая, долго и видя, что не случилось с ним, никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня пожилюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, и стелил его. после своего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на александрийском корабле, называемом Геоскуры, зимовавшем на том острове. И, приплывши в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда отплывшие прибыли в Ригию, и, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом ушли в Рим. Там ушли братья, услышавшие о нас, вышли нам навстречу до Опиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, посотник передал узников военно-начальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев. И когда они сошлись, говорил им, мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, «Я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у Кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ, по этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему, «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого». Впрочем, желательно нам слышать о тебе, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И, назначивши ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами Его, а другие не верили. Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаю, пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы Я истелил их». Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам «Они и услышат». Когда Он сказал это, иудеи ушли много споря между собою. «И жил Павел целых два года на своем издевении и принимал всех приходивших к Нему. Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким возновением невозбранно». Восторг Доктор, иди с миром, благодать и мирно пребудут с тобой. Доктор, иди с нами. 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 Доктор, иди с нами.